Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, сегодня мы стартуем, вроде как, если можно его назвать вторым сезоном, но перед его началом у нас еще и чемпионат мира. Мы впервые вызваны, во-первых, в сборную. Мексики нас не вызывали ни на товарищеские матчи, ни на отборочные. Мы сразу едем на чемпионат мира. И сразу играем против сборной Дании, сильная команда. Сразу играем против Германии, ну это практически там топ футбола. Ну и сборная Норвегии, здесь Erling Holland, так что ну тоже вот будем с ними бороться. Просто желательно вот нам вторую строчку, мне кажется, вот завоевать было бы вообще замечательно. И также по окончанию прошлого выпуска я забыл посмотреть, на каком месте Валенсия закончила чемпионате Испании. Я уже сейчас посмотрел и просто удивлен. Седьмое место. Седьмое. Мы уходили, они были на первом. И вот так вот просто вперед себя пропустили. Реал Соседат, Сивили, Вильяреал. Ну понятно, Реал, Барселона и Атлетика. Но как вот эти команды можно было вперед-то пропустить? И в итоге Валенсия будет без Еврокубков. Вот как-то так. Так что будем возвращаться. И снова будем... Ну я не знаю, там если опять же у нас 80-й рейтинг, там у Гуэдеша вроде 82-й был, то мы снова, наверное, будем пытаться уйти в аренду. Там посмотрим. Ну что же, стартуем с первого матча. Мексика против сборной Дании. Чемпионат мира 2022 года. Мы еще, кстати, сейчас играем центрального нападающего. Вот это вот интересно. Вот такая вот у нас, кстати, сборная. Ацведа, Галарда, Монтес, Родригес, Санчес в защите, Альварес, Эрера, Рома в полузащите. И Ирин Калазана, Мунис, это мы, и Хименес. Ну вот Хименес, это вроде вот как раз Рауль Хименес, который центральный нападающий. Ну да ладно. Посмотрим, как нам получится отыграть. Поехали. Ну что же, друзья. Чемпионат мира Мексика против сборной Дании. Групповой этап. Для нас это лично матч-открытие. Для нашей сборной. Ну вот посмотрим сейчас, какие задания здесь будут. Получить оценку, голы, голевые передачи. Давайте вот оценку, наверное, все-таки возьмем. Ну что же, первое наше касание на Мундиале. Поехали. Снова потеря мяча у Муниса. Ну вот, сборная Мексики возвращает мяч под свой контроль. Мунис. Мунис с мячом. И он штрафной и будет бить. И это 1-0. 87-я минута. Хавьер Мунис забивает свой первый гол на международном уровне. Забивает свой первый гол за сборную Мексики. И сразу же дебютный гол еще и на чемпионате мира. В очень важном матче для сборной Мексики им нужно было обыгрывать датчан. Чтобы как минимум был хороший у них задел. В начале группового этапа. И вот таким ударом. Это вроде вообще первый удар Хавьера Муниса в этом матче. Все. Он пытался партнерам как-то отдать передачи. Но понимает, что все зависит уже от него. И решился на вот этот удар. В итоге 1-0. Хавьер Мунис на 87-й минуте открывает счет в этой встрече. Минимальная победа сборной Мексики. Поздравляю всех друзьям. Мунис приносит победу мексиканцам. И вот. Надеюсь, что именно этот матч станет началом легендарного пути нашего Хавьера Муниса на международной арене. Болельщики мало кто может быть следил. Особенно из мексиканцев за Хавьером Мунисом. Но вот так вот вызов в сборную после шикарного сезона в Марселе, мне кажется, логичное тому подтверждение. 8-6 получает оценку Хавьер Мунис. Один забитый мяч. Ну и давайте посмотрим, что по XG. Мы наиграли на самом деле на 3 мяча. Ну и Дания на 2. Поэтому победа минимальная. Все абсолютно заслужено. Итак, по заданиям мы выполнили практически все, кроме голевых передач. Не отдали одну. Вот. Ну и оценка. Кстати, 8-6. Но дополнительная задача была в десяточку. Получить оценку. Но вот получилось, что получилось. Ну что же. Немцы в первом туре параллельно нашей игре с датчанами обыграли сборную Норвегии. Тоже с минимальным счетом. Со счетом 2-1. Но все равно не выше, наверное, из-за того, что забили 2 мяча. Но вот сейчас мы будем играть против сборной Германии. Очень трудный и тяжелый матч. Ну и также, на самом деле, мне кажется, стоит болеть в противоположной игре. Норвегия против Дании за норвежцев. Потому что у нас больше шансов обыграть именно норвежцев, нежели чем немцев сегодня. Поэтому как-то так. Состав наш вроде вообще не изменился. Мы также начинаем с центральным нападающим. Сергей Пипуткин, кстати, главный судья на этом матче. Поехали. Ну что же, болельщики сборной Германии. Нам сейчас их показали в трансляции. И наш Хавьер Муниас. А так, оценка 7.5. Забить гол или отдать голевую передачу. Командное владение. Нет, давайте снова оценку попробуем. Снова попробуем оценку, потому что не буду уверен за то, что у меня, в принципе, получится сделать сегодня хоть какое-то результативное действие. А про владение уже вообще молчу. И вот опасный момент. И забивает сборная Германии. 85-я минута. Крузе забил. Это тот самый Крузе, который там в Унион Берлине или где играет. Но абсолютно так же обидно. Сборная Мексика забила датчанам. Вот. Вот он момент. Муниас. 1-1. Муниас забивает. Ворота сборной Германии. Два мяча у Муниаса в двух матчах чемпионата мира. И снова вырывает очки на чемпионате мира. Отлично. Как вот сейчас, посмотрите, подключился. Муниас сместился слева своего фланга и все-таки смог забить. Муниас делает счет 1-1. У нас огненная развязка. Если, конечно, многие мексиканцы покинули трибуны после пропущенного мяча от Крузы на 85-й минуте, то это было абсолютно зря. Мексиканцы показывают свой характер уже во втором матче. Снова забивают два матча подряд. И четыре очка, скорее всего, будет сейчас у сборной Мексики. Так же, как и у сборной Германии. Так что еще команды поборются за первое место в третьем туре. Ну и все. Финальный свисток. Ничья. Мексики вырванная. Ничья действительно для мексиканцев. Муниас на 89-й минуте забил. Сравнял счет. Просто шикарная игра. Но по моментам, мне кажется, мы должны были и побеждать. То есть сейчас по XG-то мы посмотрим. Игроком матча действительно стали мы. Мы забили единственный гол сегодня в составе сборной Мексики. Ну и по XG. Вы видите, сейчас 8 ударов, 2 в створ у Германии. Вот они еле-еле наиграли на этот мяч, но мы наиграли на 5. То есть у нас не хватило реализации. Нужно прокачивать нам, естественно, завершение. Ну что же, и по заданиям. Выполнили только 2. Владение мячом не вывезли. 44 набрали процента. Оценка у нас 9,4. Это еще мы даже дополнительную задачу перекрыли. Ну и забили 1 гол. То есть результативное действие мы сделали. Ну что же, а вот такая вот у нас сейчас ситуация. Норвегия сыграла в ничью с Данией. То есть это еще более для нас удачный исход событий. В третьем туре нам предстоит сыграть со сборной Норвегии. Если мы забьем больше мячей, чем Германия, у них сейчас разница мячей так же, как и у нас. Кстати, плюс 1. Но надо побольше забить, я так понимаю, чем немцы. У них 3 забитых мяча. У нас всего лишь 2. Поэтому надо вот здесь вот постараться побольше, намного больше мячей забить, чем немцы. Как минимум на 1, больше чем они. Тогда мы можем выйти еще из первого места. Ну что же, финальный матч. Третий тур группового этапа чемпионата мира. Норвегия против Мексики. Мы еще, кстати, до сих пор вроде как официально-то и не выходим из группы. То есть еще и у Норвегии и у Дании есть шансы. Если вы сейчас представляете, Норвегия выиграет нас от датчанин-немцев, то у всех команд будет по 4 очка. Там уже по разнице будут смотреть, поэтому нам желательно забивать. Вот, Эрлинг Холланд на поле, Одегар на поле, Сарлов на поле, Айер. Есть знаменитые футболисты у них тоже в составе сегодня на поле. Ну и мы снова на Форварде проводим 3 уже мать для себя. Поехали. Ну что же, финальный матч группового этапа. Все или ничего сегодня у нас на кону. Норвегия-Мексика. Норвежцы ни разу еще не выиграли на Мундиале. Но мексиканцы обыграли сборную Дании и вырвали ничью с немцами. Поэтому сейчас посмотрим. Давайте, кстати, за обводки 50% минимум мы сейчас перевыполним. Поэтому постараемся и победить сегодня. И подача, и подача Муниаса. Это голевая передача на Рауля Хименеса. Сейчас мы подали этот угловой, шикарный угловой. Вот просто замечательно то, что нас еще сделали главным по угловым. Еще и в сборной Мексики мы с обоих флангов подаем. Как вы посмотрите, мы сейчас подали точно на голову. Забивает Рауль Хименеса. Для нас это первая голевая передача в очень важном матче. Мы так рано еще никогда не забивали. У нас все мячи были в концовке. Но вот сейчас хороший гол забили в ворота сборной Норвегии. Ну и вот дебютный гол еще и у Рауля Хименеса на этом Мундиале. Неплохо отрывается от опекунов своих. Еще и передача на Лозанна как-то прошла. И Лозанна забивает этот счет 2-0. Я голевую сейчас, кстати, не отдавал. Но здесь вот как-то так мяч просто прошел и дошел до Лозанна. Замечательно 2-0. Как я и говорил, нам нужно делать хорошую разницу мячей. И какой гол! На рикошете вот так. Но ничего. Главное, что и мы забили 3-0. 38-я минута. Вот так вот. Самый результативный для нас матч оказался. И гол, и голевую отдали. В сегодняшнем матче. Ну вот. Просто шикарно. На таком вот рикошете. Я не знаю, на кого засчитают этот мяч. Надеюсь, что на меня. Да, отлично. Мунис забивает уже в третьем туре чемпионата мира подряд. Снова пытается на скорости пройти. Протню Айр. Вроде как справляется. Еще и смещается в центр под удар. И какой гол! Мунис забивает дубль. Ну все, это прорвало называется. Хавьер Мунис забивает дубль. И громит. Громит норвежцев. Четыре мяча пропускает сборная Норвегии. Два мяча они пропустили от немцев. Но один еще смогли отыграть. Поэтому со счетом 2-1 у них матч закончился. И Мунис. И Мунис с мячом. Выход 1 на 1 у него. Выход 1 на 1. И с левой ноги. И он забивает хэдтрик. 5-0. 5-0. Мексика переигрывает Норвегию. И 3 забитых мяча на счету Муниса. Хавьер Мунис. Ну что, будет покер у него сегодня. Четыре мяча. Четыре мяча сегодня забивает Хавьер Мунис. Ну, когда такое было. Чтобы игрок в стартовых матчах, да еще и на чемпионате мира забивал столько. Понятно, что сборная Норвегии еще тот себе соперник. Но в любом случае четыре мяча забить на чемпионате мира мало кому удавалось. И голевая передача, скорее всего. Да, это еще и голевой пас. 7-0. В итоге, 80-я минута. Мексиканцы творят вакханалию сегодня. Все, финальный свисток. 7-0. Мексиканцы переиграли норвежцев. Практически во всех мячах в шести забитых мячах сегодня сборной Мексики поучаствовал Хавьер Мунис. Две голевые плюс четыре забитых мяча. И вот только на Лозану он не отдал передачу. Хотя можно было там и засчитывать. Потому что мяч кто-то да и проткнул. Лучшим игроком признан, естественно, Хавьер Мунис. Четыре мяча. Два голевых паса на его счету. Ну и по их джиму, видим, норвежцы вообще ничего сегодня не создали. Ни одного удара даже. Но вот мы ровно наиграли на свои семь мячей. Итак, немцы обыграли датчан с счетом 2-0. А это значит по легким подсчетам, то что мы сейчас на первом месте в нашей группе. Опередили даже немцев по результативности. Именно по разнице мячей. Обводки у нас 73%. Еще и дополнительную задачу сделали. Забили. Четыре мяча. Ну и оценка не ниже 8,5. Ну так и есть. Мексика. Выходит с первого места. Я сейчас не знаю, кстати, что по жеребьевке. Здесь абсолютно так же будет, что первое место будет играть со вторым. Честно не знаю, и будет ли здесь как на евро выход. Так, это что такое? Какое-то меня не туда переместили. Так, сколько всего групп? Групп 8. Поэтому мне кажется, да, так и должно. Давайте на возможного нашего соперника посмотрим. Это сборная Греции, как вариант. Канада. Белье. Бразилия. Швеция. Италия. И Аргентина. Ну вот не на все, только вот на Грецию, да на Канаду я бы хотел попасться. Вот как-то так. Так, ну что же, мы перешли в наш уже второй полноценный сезон. Мы вернулись из аренды. И вот, сразу такое вот интервью. Хосе Бардалас ждет прогресса. Так, 17-летний левый вингер Хавермунис, выступавший в последнее время за клуб Марсель, на правых арендах возвращается в стан команды Валенсия. Мне не терпится показать партнерам по команде все, чему я научился. Надеюсь, буду чаще попадать в стартовый состав. Радостно заявил игрок. Хорте Хосе Бардалас тоже радуется возвращению футболиста. Он прекрасно проявил себя в аренде. Клуб может им гордиться. Теперь он снова с нами и, думаю, будет играть ничуть не хуже. Мы, в принципе, были основными игроками даже в Валенсии. Но вот так. Мои действия. Я не знаю сейчас... Так, да, мы в Валенсии сейчас. И давайте посмотрим на нашу конкуренцию в команде. Я единственный левый вингер сейчас. Вот вы видите, ЛФА. Может быть, ЛП есть. ЛП у нас. Бланко, Черешев, Гуедыш. Ну, то есть, Гуедыш снова, смотрите, у него 86-й рейтинг. Поэтому я снова буду запрашивать аренду. Вот, потому что я еще по рейдингу как бы не основной в составе Валенсии. Может быть, куда-нибудь и уйду. Пока что посмотрим. То есть, ну, пока что я не уровень Валенсии. Именно если бы в реалиях мы смотрели. Так, ну и у нас тренировка сейчас перед матчем со сборной Швеции. Так, и у нас сразу же стал 25-й уровень. На максимум мы, кстати, получили приз от PlayStation. Я не знаю, почему так. Это наш максимальный уровень, что ли? Мы больше не прокачаемся. Достигнут максимальный уровень, действительно. 25-й. Вот тогда, где я буду сейчас получать очки свои? Так, ну, нам надо удары и где-то найти реализацию. Это удары с лета, это точность игры головой. И рабочие. Так, а вот это тут архетип снайпер. Мастером стандарта мы сможем стать. Давайте его-то и возьмем, что бы нет. Чтобы стандарты все сейчас и штрафные, и пенальти исполнять. Так, а те действительно-то... Я не знаю, на самом деле. Так, а вот это что у нас? Бомбардировка, завершение вот, кстати, было. Ну, да ладно, мы тут на пенальти, может быть, будем выезжать. Давайте игру головой себе прокачаем. Только давайте уж не эту. А вот там где-то вот так вот. Чтобы повыше было. Ну, и как действительно я теперь буду прокачиваться-то? 81-й рейтинг мы вроде как должны получить сейчас. Нет, все 80-й у нас и так же. Ну, да ладно. Вот, сейчас у нас игра против сборной Швеции в 1-й восьмой. По статистике мы лучше бомбардируем. У нас 6 забитых мячей в 3-х матчах. Лучший ассистент в НЗМА. Мы там вроде как идем на 12-м месте. Вот у нас 2 голевые в 3-х матчах. Вот. Ну что же, Мексика против сборной Швеции. 1-8 чемпионата мира. Мы немножко уставшие, но мы видим и шведы тоже. Поэтому постараемся обыграть их. Поехали. Ну что же, жеребьевка нам более-менее повезло. Попались шведы. Постараемся их обыграть. Ну и давайте оценку. Попробуем взять из заданий. Другие вроде как сложноваты. Итак, Мексика против Швеции. Поехали. Рера. Так распасовались интересно. Рера с мячом. Вот он наш шанс. Но здесь-то надо забивать. Отлично. Завели первый гол в плей-офф. 21-я минута. Это наш уже 7-й мяч на чемпионате мира. Замечательно. Хорошее действие в обороне у шведов. И, как сейчас все сделали здесь, филиграны и впустые уже практически вывел вратаря Мунис. И делает счет 2-0. И мне кажется, что мексиканцы уже выйдут в четверть финала чемпионата мира. Удар от Кулусевский. И все. Финальный свисток. Уверенная победа Мексики над сборной Швеции в 1-й восьмой чемпионата мира. Мунис помогает своей сборной выйти в четверть финал чемпионата мира. Так, мы стали, естественно, лучшими игроками. 10-0 оценка. 2 забитых мяча. Ну и по XG. Мы наиграли на 3 мяча. Шведы, кстати, на 4. То есть победа должна была быть за сборной Швеции, как оказывается. Ну что же. В 1-й восьмой финала французы минимально обыграли канадцев. Проходят дальше. Испанцы обыграли бразильцев по пенальти. 5-4. Итальянцы проходят Аргентину. Но остальные еще свои матчи не отыграли. Но в принципе уже и французы, и испанцы, и итальянцы. То есть здесь серьезная банда. Ну а здесь Греция, кто здесь Польша еще, и Австрия. Ну вот, кстати, Австрия либо Австралия. Я бы согласен был с ними сыграть. Так, написано, достигнут максимальный уровень. А как теперь я буду выполнять все вот это вот? Развитие игрока. Мне вот интересно. Откуда я должен брать-то эти все баллы? Очки. Очень все странно. Как я теперь вообще буду прокачиваться? У меня что, 80-й рейтинг так и останется? Так, ну у меня теперь большой вопрос. Для чего мне тогда нужны тренировки? Вот правда, для чего? Какие-то, ну вот, очки опыта, это именно перед тренером, чтобы там в стартовый состав попадать. Ну, не знаю, такое себе на самом-то деле. У меня почему-то не работает еще и шаблон тренировки. Постоянно он куда-то сбрасывается, не дает мне выбрать мои предыдущие тренировки. И мне все заново приходится пробивать. Так у меня даже доверие к тренеру, он никак не получается. Так, ну и в четвертьфинале, как вы видите, нам попалась сильная сборная. Это последний обладатель чемпионата Европы, сборная Италии. Ну что же, Мексика против Италии. Состав итальянца вы видите практически, действительно, идентичный их составу, который участвовал. Ну, кроме Кина, наверное, я не помню, кто у сборной Италии был в нападении Мобили, может быть. Вот, но почти похожий состав, как и на чемпионате Европы, который был буквально вот год назад. Ну, а мы все так же начинаем уже какой-то пятый матч на позиции форварда. Поехали. Ну что же, Мексика против Италии. Что у нас по заданиям оценка? Не проиграть, нанесите один удар поворотом. Атак 3. Давайте оценку попробуем. Что-нибудь там распасуемся, может быть голевую получится отдать. Неплохо Монтес. И последняя вот атака сборной Мексики, скорее всего, вообще в этом матче может быть. Муниес, 92-ая минута уже шла дополнительная. И Хавьер Муниес снова вырывает победу на последних минутах для сборной Мексики. Также это было в матче против сборной Дании на матче открытия для мексиканцев на этом Мундиале. И вот, 93-я минута шла. Муниес проходит оборону Италии. И забивает ворота Джан-Луиджи Данаруме. Единственный мяч пропустили итальянцы. И со счетом 1-0 мексиканцы проходят в полуфинал чемпионата мира. Муниес лучший бомбардир Мундиале. Уже 9-й гол в 5 матчах. Шикарный результат. И все, финальный свисток. И сборная Мексики будет ожидать своего следующего соперника на саде уже полуфинала чемпионата мира. Так, что у нас по оценке? По оценке 9-5. Я игрок в матче. Естественно, голевую на меня, кстати, отдал Рауль Хименес. Ну и вот с удалением даже в десятером итальянцы очень хорошо держались до последних минут. Но вот где-то немножко провалились. В итоге мы наиграли на 7 мячей, ребята. На 7. Но очень хорошая была оборона у итальянцев. И Джан-Луиджи Данарума мешал. Но итальянцы даже не наиграли ни на один забитый мяч. Ну что же, выполнили все три задания и рейтинг матча. Избежали поражения и нанесли аж целых 5 ударов по воротам. Итак, нам приходит предложение по аренде. Монтери решили нас подписать. Я не знаю, но это точно не европейская, естественно, команда. Это где-то из Южной Америки. Может, там на Уругвайскую чем-то какую-то команду похоже. Но может быть там аркентинская, бразильская, что-то такое. Ну и, кстати, испанцы в полуфинале будут играть против сборной Мексики. Мы жители страны, конечно, Испании. Потому что мы перебрались из Америки в Валенсию. Очередное предложение, кстати, уже от Бока Хуниорс. То есть вот такие уже именитые латинские команды хотят нас видеть в своем составе. Так, ну а я вот правда не знаю, а что делать дальше с этими тренировками. Для чего они нужны? Действительно, может быть, только для того, чтобы там место в составе себе держать? Или что? Ну вот 25 уровень, ну как так можно было сделать? У меня еще столько всего там неоткрытого. И что я теперь должен просто с других характеристик своих брать и вот эти вот очки проставлять именно там. Ну что же, Испания против Мексики. Мне интересно, кто там в другом полуфинале играет сейчас. Бельгия и Австрия. Поэтому мне кажется, если мы пройдем испанцев, нам будет очень даже комфортно играть против тех же бельгийцев, против австрийцев. Потому что, ну все-таки мы уже до такой стадии дошли, что мы и с Германией в ничью сыграли. Мы и итальянцев прошли. Так что вот как-то так. Испанцы обыграли, кстати, Францию со счетом 1-0. И по пенальти как раз прошли бородильцев. И тут им попадается вроде как легкая сборная Мексики. Но я надеюсь, что у меня получится дать испанцам бой. У нас все абсолютно заряженные, выносливость все хорошая. Но грозная красная фурия против нас. Поехали. Итак, Испания против Мексики. Мексика очень даже далеко добралась до полуфинала уже чемпионата мира. Я на самом деле не знаю, надо было посмотреть перед этим матчем, до какой максимальной стадии доходила сборная Мексики. Мне кажется, что там до полуфинала от того же. Либо может быть до финала. Может быть вообще там какой-нибудь бронза, либо серебро, к примеру, чемпионата мира. Они может быть и получали. Вроде как вообще из защитников-то никто не встречает. Что сейчас с обороны испанцев и Муниес открывают счет. Пятнадцатая минута. Хавьер Муниес делает счет 1-0. Вот так вот. Ух, какой опасный обрез-то сейчас пошел. Муниес делает счет 2-0. Вот так вот наказал сейчас Хавьер Муниес испанцев за их ошибки в обороне. И вот он, шикарный момент. Муниес сбежит забивать хет-трик. Ему нужно это сделать, и он забивает. Хавьер Муниес снова забивает хет-трик. Последний раз он забил. Я даже сейчас и не вспомню. Вроде, но это ворота Норвегии было на групповой стадии. После этого Швеция и два мяча. Италия один. И вот сейчас три мяча ворота Испании в стране. В стране, точнее, он забивает. В которой практически раскрыл свой европейский потенциал такой. Став одним из ключевых игроков Валенсии, он все-таки принял предложение Марселя и перешел к ним в аренду доиграть сезон за такую вот интересную команду, которая очень даже так агрессивно начала сезон. Так, и что? Это штрафной. И забивает. Марко Асенсио забивает на 84-й минуте. Я не знаю, можно ли это считать каким-то интригующим голом. Потому что он пробил прямо в притирку с девяткой, там под перекладину под самую. И в итоге счет у нас 3-1. Гол престижа или интрига возрождается, не знаю. 3-1. Хэтрик Муниса, один гол Асенсио. И в итоге Мексика выходит в полуфинал чемпионата мира. Я посмотрю, самое высокое достижение Мексики в истории, но уже, наверное, после финала. Чтобы посмотреть, повторили ли мы или сделали вот впервые такую сенсацию для этой страны. Что у нас по статистике? По их джиму мы наиграли на 4 мяча, Испания даже на 1. Но вот там просто хорошо Асенсио приложился со штрафного. Ну что же, по заданиям мы выполнили рейтинг матча, избежали поражения и пассы в атаке. Всего лишь 3 передачи я дал на чужой половине поля. Так, предложение об аренде. По аренде Брага предлагает, мы отклоняем. Ну, кстати, я вроде как уже увидел, что у нас будет за финал. Мексика против Австрии, ребят. Ну, где это могло вот так вот сложиться все, что бельгийцы проиграют австрийцам в полуфинале чемпионата мира. И вот такой вот финал, мне кажется, никто вообще бы в жизнь на такой финал чемпионата мира не пришел. Но в итоге, Бельгия с счетом 3-2 проиграла Австрии. И вот у нас будет матч за третье место сначала, а потом уже финал. Очередное предложение по аренде. Здесь уже из Италии. Торино предлагает 15 тысяч евро. Но мы отклоняем, потому что кажется, что все равно за топовую команду я бы выступал. Если не будет хороших предложений, мы так и останемся, значит, в Валенсии. Ну что же, финал чемпионата мира. Мексика против сборной Австрии. Ну, первая наша цель сейчас может быть воплощена. У нас была задача перед нашей карьерой, это выиграть трофей со сборной Мексики. Вот постараемся сегодня. Ну что же, финал чемпионата мира. Мексика против сборной Австрии. Мы недолго к этому шли. Не будем лукавить. Нас вызвали только на этот турнир. Попробуем получить оценку, поэтому будем стараться. Какую шикарную сразу у нас передачу отдает. Муниас прошел хинтера игра. Ой-ой-ой, ну это пенальти. Это пенальти на четвертой минуте. И желтую карточку получает Штефан Лайнер. Ну, а, кстати, почему не я отобью пенальти? Я же штатный пенальтист вроде как. Рауль Хименес в итоге подходит. Но главное, чтобы забил. Не забивает. Что за смолов тут какой-то? Решил еще и в финале чемпионата мира пробить паненкой по центру. Причем слабый даже. А после этого мы сразу же пропускаем. Седьмая минута. Арнаутыч выводит Австрию в финале чемпионата мира вперед. Замечательно. Разгоняет атаку. Никому не отдавая мяч. Лозана. Прострел на Рауле и тот забивает. Слава богу. Правда, я не поучаствовал, считайте, в этой атаке. Потому что ни гол, ни голевую не получилось на свой счет записать. Но предголевой пас. И забивает Рауль Хименес. 14 минута 1-1. Так, Бамгартнер. И снова Австрия выходит вперед. Где наш вратарь? Я вот хочу спросить. Он самый вроде лучший по победам в сухую на чемпионате мира. Но где он в финале-то? Два удара у нас подряд. И мы пропускаем. Пытался отдать. И Раура забивает эта голевая передача. Вот. 29 минута. Мексика снова сравнивает счет. И это я не помню даже какая наша вторая. Нет, третья вроде голевая передача на чемпионате мира. А то вот неплохо через нас. А вот и выход. Практически там 1-1. Еще и голевую передачу. Нет. Не голевую передачу. Но забивает Раура дубль. В финале чемпионата мира. И мы перед самым перерывом выходим вперед со счетом 3-2. Волевая пока что победа у нас. И Австрия забивает. 51 минута. Просто я еще здесь на тишине такой был. Арнаутович нам забивает дубль. Мунис. Штрафной. И вот неплохо. И скинуть бы. И пробить. Все. Мы забили в финале чемпионата мира. Счет 4-3. Счет 4-3. 20 минут до конца. Ну. Можем уже похвастаться всем. То что мы забили в финале чемпионата мира. Вратарь почему-то кстати у Австрии не пошел. На этот угловой очень странно. И забивает кто. Секундочку. Мне сейчас просто интересно. Кто забил через себя с углового в девятку. В финале чемпионата мира. На 94-й минуте. Кто ты? Десятый номер. Мне просто интересно. Каладжич забил. Замечательно. Нас ждут дополнительное время естественно. И не забили. 100% на 5 момент. Просто выводим. На самые бьющие позиции. Мунис на подаче. Забили. Все таки забили. Это еще и голевая. Вот теперь мы уже наконец-то забили. 5-4. И тоже мы забили под самую концовку из углового. Замечательно. Вот так вот вам австрийцы. Вряд ли они что-то уже успеют сделать. Смотрим. Еще раз на этот повтор. Я подаю угловой. На ближнюю. Ну здесь вратарь еще ужасно. В перекладину отбил. И Кордова забивает, можно так сказать, золотой гол. Мексики на чемпионате мира. Все. Финальный свисток. Мексика становится обладателем чемпионата мира 2022 года. Понятно, что нереалистично. Но и финал 5-4. С австрийцами. Вы серьезно? Вы сейчас посмотрите по их G. Я-то это видел. То есть каждый удар австрийцев залетал в наши ворота. Такой, ну вот, вред опять же случился в FIFA. Но главное, что мы с первой попытки выиграли самый значимый трофей для сборной, для всех сборных в мире чемпионат мира. Главное достижение, кстати, Мексики на чемпионате мира, это был четвертьфинал в 70-м году и в 86-м. Поэтому мы не только вот там не до полуфинала, где-то дошли не до финала. Мы выиграли чемпионат мира впервые в истории Мексики. И вот Эррера. Сейчас подойдет, будет его поднимать. Вот и мы там стоим, 11-й номер. Мексиканцы становятся чемпионами мира. А может быть мы теперь будем главными фаворитами и кандидатами на вручение золотого мяча. Почему бы и нет? Мы и чемпионат Франции выиграли, и кубок, и еврокубок. Еще и со сборной выиграли трофей. Почему бы и нет в 17 лет выиграть золотой мяч? Было бы супер. Просто шикарные эмоции. Особенно, слава богу, что не в пенальти это все перешло, потому что там бы компьютер нам бы мог просто все засрать. Но получилось, как получилось. Минимальная победа в финале чемпионата мира. Пропустив 4 мяча, мы в сумме там, я не знаю, 1 мяч пропустили от немцев, 1 от испанцев. И все, мы 2 мяча всего за все мяч пропустили. И тут именно в финале пропустили 4. В 2 раза больше, чем за весь турнир. Но вот как-то так. Естественно, фотография. Где мы? Сейчас надо искать нас. Ищем 11 номер. Я уже нашел. Так вот, с краешку справа встал так. Ну и все. Мексика выигран. FIFA World Cup. Замечательно. Все. Лучшим игроком, скорее всего, буду я, потому что я и гол забил, там и голевые 2 вроде отдал. Что-то такое. Да, 9.7 у меня оценка. Я лучший игрок финала чемпионата мира. Ну и вот сейчас вы посмотрите по их джин. Мы наиграли на 9 мячей, австрийцы на 2, но забили 4. Как так? Все понятно нам. Ну что же. По заданиям мы выполнили, кстати, все. Не получилось только дополнительную задачу. Но в любом случае, оценка 9.7. Мы не проиграли в матче и сделали еще и 16 передач на чужой половине поля. Так, нам снова приходит предложение по аренде уже в Фенербахче, кстати. Вот такие предложения. Но в принципе-то они интересные. То есть, если бы даже перешли в Фенербахче, может быть, стали бы чемпионом Турции. Почему бы и нет? Команда турниров. Мы, естественно... Мы, естественно, не вошли. Вообще замечательно. Мы не попали в сборную чемпионата мира. Супер. А кто лучший игрок-то? Лучший голкипер Асеведа. А лучший игрок кто? Лучший игрок турнира. И это я. Вот так вот. Лучший игрок чемпионата мира. Впервые дебютировал за сборную Мексики. Еще и стал лучшим игроком чемпионата мира. Так, по статистике. По статистике. Мы лучший бомбардир. У нас 13 забитых мячей. Мы лучший ассистент. У нас 4 голевые передачи. Вообще супер. Так, ну сейчас мы, получается, просто ждем начало сезона. Ждем, может быть, предложения интересной команды, чтобы взять нас в аренду. Но пока что тренируемся и ждем предложения. Так, предложения по аренде снова, кстати, в Кадис. Они вроде нам и в прошлом сезоне предлагали. Я не перешел. Так, еще одно предложение. Атлетика Минейра. Жалко, что не Мадрид. Я бы еще даже, кстати, подумал, почему бы и нет. Так, предложение. Аугсбург. Ну, это, кстати, Бундеслига. Но я бы хотел получше и поинтереснее вариант какой-нибудь. Чтобы даже хайп вокруг этого перехода был. Но не в Аугсбург уж точно. Ну что, сейчас у нас выездная игра против Хитафи. Как мы видим, мы еще после возвращения из Марселя в Валенсию не набрали ту форму, скорее всего. Ну вот, Хосе Бардалас. Нас еще пока что не выставляет стартовый состав. Мы на скамейке запасных. Играем 0-0, кстати, 64-я минута. Но вот это вот, кстати, в плюс. Вот. Сейчас мы себя, может быть, покажем. Играем левого форварда добивающего. Я не знаю, как правильно расшифровывается ЛФД. Ну, в общем, посмотрим, как у нас получится. Поехали. Ну что же, меняем мы Ануачу. И какая у нас здесь оценка? 6-5 голевые и обводки. Давайте обводки возьмем. Так, вилла. Вилла с мячом. Удар. И Фабио Сильва забивает. Этот паренек из Луэрхэмптона, который нам забил сейчас. И вот она, хорошая передача. Распадори на Солера. И Солер забивает. Отлично. Главное, что сравняли. Как минимум 71-я минута. 1-1. Мы уже на Распадори. Вот она, хороший же шанс. Передача на меня. Это выход 1-1. И мы забиваем. Мы забиваем уже, ну, по крайней мере, я думаю, что это победный гол. И наш первый гол во втором сезоне на клубном уровне. Именно после возвращения из Марселя. Замечательно. Все. Финальный свисток. Мы приносим победу Валенсии в первом туре чемпионата Испании. Наш гол стал решающим. Так что отлично сработала тренерская замена. Так, по оценке мы стали лучшими игроками. 9-4 у нас оценка. Так, а это только событие, да? Весь матч нам не покажут за то, что мы только на замене были. Но вот как-то так. Так, ну и по заданию мы выполнили только рейтинг матча и успешные обводки. И голевую передачу мы не отдали. Так, нам приходит предложение из испанской команды. Асасуна мы, естественно, отклоняем. То есть мы тоже планку занижать себе не будем. Потому что, ну, мы стали чемпионами Франции, обладателями Кубка Франции. Мы еще и чемпионы мира на данный момент. Поэтому либо мы будем в Валенсии, либо переходим в аренду в какую-то топовую команду. И только вот так вот. Трансфер я запрошу из Валенсии только тогда, когда, мне кажется, я стану самым высокорейтинговым игроком в команде. То есть это еще не скоро. У нас сейчас 80-й рейтинг. Максимально здесь у Карлса Солера 85-й. А поэтому в аренду-то мы без проблем можем. Даже если и будем лучшими на своей позиции, запрашивать аренду. Потому что, мне кажется, ничего в этом такого нет. Поэтому вот как-то так. Все так же мы на скамейке запасных. Играем против Леванты. Они на первом месте, кстати, после первого тура. Так, там что-то еще по новостям вроде про нас писали. Так, вернувшийся Хавер Мунис признан игроком матча. Ну это да, это мы молодцы. Вот как-то так. Так, а кто-нибудь тут нами вообще интересуется или нет? Нет, я в списке аренды. Но больше вот как-то так по показателям никто не интересуется. Цена у нас сейчас 43,5 миллиона. А зарплата 10 тысяч евро. Вот, выносливость у нас 94. Пенальти 92. Скорость рывков, навесы, подкрутка, еще и точность штрафных ударов. Поэтому все, в принципе, у нас круто. Ну вот играем против Леванты. Дома. Счет у нас все так же, кстати, 0-0. На последние полчаса нас выпускают. Поехали. Снова вместо Ануач у нас выпускают. Правда, теперь это наша домашняя мать. Так, оценка, гол и передачи на чужой половине. Ну давайте попробуем оценку взять. Закария. Ох, как сейчас распасовка у них пошла. Маркас Андре. Через Гуэдыша. Расич не забивает. Но здесь все-таки забили. Отлично. 1-0. 79-ая минута. Снова не поучаствовали мы в первом голе команды. Но со второй попытки у Расича, слава богу, получилось забить. И Расич забивает первый гол в Ла-Лиге в этом сезоне. Отлично сейчас сыграли в отборе. Очень даже неплохо. Мунис видит зону эту и сам решается пройти. Ну и пробить бы. И пробить и Мунис. И Мунис добивает Леванте. Все. 2-0. 10 минут до конца. У Муниса два уже забитых мяча в первых двух турах. Поэтому пока что Мунис в каждой игре забивает. И это супер. Вот. Здесь еще отлично. Увидели эту зону. Так прошли. И приложились мощно. Отлично. Мунис расправился на фланге. И вот здесь вот Закария. И еще и обратно на нас отдал. Айтер потащил. И Солер забивает. Поучаствовали, можно сказать, мы в этой атаке. Но ни голевую передачу, ничего такого мы не сделали. А ведь могли. А ведь могли. Ну и счет 3-0. Вот так вот. Представляете, за 5 минут Валенсия забила 3 мяча в ворота Леванте. И все. Финальный свисток. Валенсия разгромила Леванте со счетом 3-0. Забили мы все 3 мяча. Именно с нашим приходом Валенсия начала забивать. Ну и мы тоже отметились одним забитым мячом. Мы стали еще и лучшим игроком матча. Так. По заданиям. Мы не сделали только пасы в атаке. Сделали всего одну передачу на чужой половине поля. Но а так забили гол. И получили оценку еще. Замечательно. Так. Игроки отправляются в сборные. Черыша в Россию. Гуэдыш в Португалию. Сильсон в Голландию. Хавер Мунис вызван в Мексику. Замечательно. Даниал Васс в Данию. Так что нас вызвали. Опа. Ну здесь товарищеский матч. Я их даже отыгрывать не буду. Тем более как-то вот богово здесь это сделали. Что против Новой Зеландии 2 матча подряд. Ладно бы был там отбор уже. Хотя там вроде нету никакого отбора к Кубку Америки. Все такое. Так. А кстати. Да. У нас и будут Еврокубки. Но правда в самом низшем Еврокубке мы будем участвовать. Прошла жеребьевка. Давайте кстати посмотрим. Потому что мне лично интересно. Еще других команд. Марсель кстати победили в Суперкубке. Вообще молодцы. Обыграли Атлетика Мадрид. Супер. Так. МЮ. Наполи. Бенфика. Локомотив. Бавария. Интер. Марсель. Наш ЦСКА. Ну просто здесь группа смерти попалась конечно. Реал. Ливеркузен. Брюгги. Панатя Найкас. Пассажири. Леареал. Спортинг. Динамо Киев. Ливерпуль. Бергамо. Ну это Аталанта. Спартак и Юнгбойс. Челси. Барселона. Хуффенхайм. Спарта. Прага. Манчестер Сити. Леон. Латсо. Севаспор. Атлетика Мадрид. Боруссия. Шахтер. И Фейнорд. Так. Ну. Лигу Европы. Я быстренько. Милан. Вольфбург. Зальцбург. Хельсинки. Лестер. Мюнхенгладберг. Селтик. Мальмо. Тотенхэм. ПСВ. Ференсвар. Шлегия. Ювентус. Порто. Рапид. Шарли. Рой. Чарли. Рой. Наверное так. Севиля. Монак. Андерлэфт. Мюльде. Реал Соседат. Славия. Прага. Башишахир. Апуэль. Рома. Рейнджерс. Миддлэнд. У него Краковья. Как-то так. Там вроде Ницца. Аякс. Копенгаген. Лузерн. Вот. Ну и. Лига конференций. В которую. Валенсия попала. Седьмую строчку заняв. Валенсия. Азэ. Валеренга. И Аик. То есть. Из самых серьезных соперников. Здесь это. Действительно Азэ. Ну давайте мы посмотрим. Какие еще есть соперники. Из таких. Которые нам могут навязать борьбу. Нет. Лейпциг. В принципе. Что-то может из себя показать. Лиль. Интересная тоже команда. Финербахче. В принципе. Фиорентина. Бешикташ. Ну. Вестхэм. Поэтому. Еще не забываем. Что. Третьи строчки из Лиги Европы. К нам придут. Поэтому. Ну в принципе. Есть никакое. Там прям топовое предложение мы не получим по аренде. То я в принципе готов остаться в Валенсии. Постараться выиграть еще один Еврокубок. Это Лига Конференции. Почему бы и нет. Ну а сейчас у нас. Третий матч. В чемпионате Испании. Третий тур. Мы играем против Малерки. На выезде. И в стартовом составе. Между прочим. Играем не левого форварда. Добивающего. Там вот как Ануачу играет. А левого полузащитника. Поэтому тоже посмотрим. И Гуэдеша мы вот. Из состава вытеснули. Поехали. Итак. Малерка против Валенсии. Ла Лига Сантандер. Третий тур. Для нас это впервые в этом сезоне. Дебютная игра в старте. Ну посмотрим. У нас сейчас статистика неплохая. Два матча. Два забитых мяча. Так. Оценка. Передачи. И процент. Давайте обводки естественно возьмем. Обводки мы любим делать. Ну и надо еще и передачи на чужом поле сделать. И на Ануачу. Увидели. Отдали на него. Можно вот через центр. Ох как Ануачу. Долго. Но забили. Главное что забили. Отлично. Валенсия выходит вперед на выезде. Мунис забивает третий гол в третьем матче подряд. Ну. Хорошая статистика. Мунис показывает свой класс. То что не зря он стал и чемпионом мира в 17 лет. И обладателем чемпионата Франции. Кубка Франции. И Лиги Европы. Но в этом сезоне немножечко по Еврокубкам пойдем на понижение. Но тоже знаете ли интересно выиграть все Еврокубки. И Лигу чемпионов. Желательно в будущем с Мадридским Реалом. Ну и вот Лигу конференций тоже было бы интересно. И Маркос Андре. Но это выход на один на один практически забивает. 2-0. Сразу же вышли после перерыва. И вот так вот Маркос Андре расправился с правым защитником. Мог бы и дальше действовать с мячом. Проходить. Но решил лонгшот пробить. Ну и получилось главное. Хороший мощный удар. Почти в самую девятку. В любом случае уверенная выездная победа. Главное для нас то что и победа у команды. И мы забиваем уже в третьем матче подряд. Так ну стали мы игроком матча. Кстати ну а ну а что отдал две голевые передачи. Но все равно. Наш забитый мяч положил начало. Этой феерии нашей на выезде. Мы наиграли кстати на один всего лишь мяч. То есть вот как то так ничья наверное должна была быть. По логике. Но в итоге 2-0. Так по заданию мы кстати сделали абсолютно все. И рейтинг матча. И пассы в атаке. И обводки сделали. Супер. Так ну что же. Заканчивается у нас летнее трансферное окно. Сезона 22-23. По трансферам пробежимся мы наверное за час. Последний. Кто сколько что потратил. Ну и ждем. Может быть в последний час. Вот какое-нибудь предложение от топовой команды. Так получаем предложение. Брэндворд. Ну интересная конечно команда. 15 тысяч даже. В неделю нам предлагают. Но это все равно не то. Так. А здесь кстати я не знаю почему еще раз решили отправить. Но. Правда теперь абсолютно все те же. Только без меня как я понимаю. Ну то есть было пятеро и остало четверо. Меня нету. Странно. Так ну что же. По трансферам. 71 миллион потратил Атлетик Бильбао. Продал на 62. Атлетика Мадрид вообще никого не купили. А Сасуна. Бесплатно к ним наверное в аренду. Может перешел. Ми. Мала из Сельты ушел. Депортивы никого не подписали. Не продали. Барселона всего лишь закупилась на 9 миллионов 600 тысяч. Хетафы купили Нина. На 18 миллионов 300 и продали Уналья и Оливейра. Десантис бесплатно как-то перешел в Гранаду. Может быть в аренду. Бакамбу перешел в Леванты. Блесу и Робера продали. Малака Капуцку купили и Муноса. Так. Испаньол никого. Куфре ушел из Малерки. Так. Я может пропустил. Нет. Исмаили Верман и Грифа перешли в Реал Бетис за 76 миллионов 500. Абумиян к Салседе и Гринвуд перешли в Мадридский Реал. Майораля продали за 22 миллиона 900. На 10 миллионов 50 тысяч Реал Сезет купил 4 футболистов. И Родригеса продали за 8 200. Комар перешел в Эйбар за 8 миллионов 300. Сивилия купила 4 футболистов за 7 миллионов. Альмерия Чековетадзе и Якича купили за 11 миллионов 800. Валенсия купила Айоу. Распадори, Агуэрдо и Бутима Зала. И Расича, кстати, продали. Я так понимаю. Сейчас прямо в последние дни. Потому что он еще играл с нами. Так. И Верриал продали и Бору, Морена и Нина. Вот как-то так. Так, ну что же. У нас товарищеская игра против Новой Зеландии. В качестве чемпионов мира. Так, тренерские оценки будет учиться только оценка за матч. Да, давайте. Все равно не хочу играть товарищеские матчи. Так, мы выиграли 2-0. Санчес забил и Пинеда. Нас, кстати, заменили на 46-й минуте. Вот так. Так, ну и по оценке. Рейтинг матча мы не выполнили. От нас требовали 7,5. Мы сделали 6,8. Но главное, что победили. Так, Мунис признан игроком месяца. Вот так вот за 3 матча у нас 3 забитых мяча. И мы стали игроком месяца в Ла Лиге в августе. Вообще замечательно так. Но мы до сих пор в списке аренды. Предложений больше не получаем. Вот как-то так. Так, ну и еще одна игра против Новой Зеландии. Снова мы в старте. 4-0 мы победили. По результату Велла забил 2 мяча. Нас заменили на 63-й минуте. И Артага и Мася забили. В итоге за 2 матча забили 6 мячей. Не пропустили ни одного. Так, ну и рейтинг матча мы снова не выполнили. 7,3 сыграли. Просили 7,5. Так, и у нас сейчас домашняя игра против Мадридского Реала. Они идут на 10-й строчке. Мы забивали в прошлом году, я помню, на Сантьяго Бронобео вроде. Ну и также мы сейчас играем против команды, в которую наша цель этой карьеры перейти. Поэтому надо вот как-то постараться заинтересовать того же главного тренера. Я не знаю, кто у них сейчас там. Так что будем стараться. Валенсия против Реала. Поехали. Итак, Валенсия принимает Мадридский Реал в рамках чемпионата Испании. Так, оценка, голевой пас, голы к ударам. Давайте оценку попробуем. Родриго с мячом. Бенземан, Родриго. Ну и здесь опасная атака. И Реал забивает, выходит вперед. Казимира на 18-й минуте отправляет мяч в наши ворота. Передачку можно тоже отдать. Маркос Андре, Солер. И забивает все-таки Маркос Андре. Отлично. Пришлось даже мне уже там нажать, чтобы он пробил. Потому что еще бы начал сейчас дальше вот с мячом что-то делать. В итоге вот так вот с разворотика. Со второго вроде касания. Но он сравнивает счет. Попросили мы передачу на нас. Не получилось. Так, в итоге мы еще и на угловом. Отлично. Можно снова постараться. И подача. Но там Маркос Андре забивает моя голевая передача. Отлично. Андре дубль делает. А я первую голевую за Валенсию отдаюсь именно с углового. Я ни разу вроде вообще не подавал за Валенсию. Может быть и подавал, я уже не помню. Вроде я в Марселе вообще стал это впервые делать. Ну и вот. На чемпионате мира я дважды ассистировал с углового. И здесь шикарная подача. Еще и Куртуа зачем-то вышла. Я думаю, перехватит сейчас. Но в итоге нет. И наша голевая передача. Финальный сысток минимальный. Наша победа над Мадридским Реалом. В прошлом сезоне мы с ним сыграли в ничью. Забили лично мы гол. Ну а здесь получилось ассистировать с углового. Поэтому замечательно. Лучшим игроком, скорее всего, станет Маркос Андре. Да, 9.8 у него оценка. Два забитых мяча. Но у меня первая голевая передача в этом сезоне. Ну и по XG мы наиграли на три мяча. Реал на два. Поэтому победа должна была быть все равно минимальной. Итак, и рейтинг матча, и голевые пасы мы сделали. Но вот соотношение голов к ударам мы там вроде... А, на то, что мы гол не забили. Поэтому у нас и 0%. Так, получаем мы предложение по аренде. Это Италия, это Калери. Но мы отклоняем. Ну что же, у нас сейчас дебют в третьем позначиваемости Еврокубки. Это Лига конференции. Мы играем дома против АЗ. Ну вот, посмотрим. В прошлом году мы участвовали в Лиге Европы. В составе Марселя стали лучшими бомбардирами. И, в принципе, выиграли этот трофей. Поэтому посмотрим, как пониже уровня вот этот чемпионат на нас повлияет. Поехали. Итак, Лига конференции. Валенция против АЗ. Итак, задание оценка. Голевой пас. Нанести два удара по воротам. Давайте оценку попробуем взять. А там посмотрим. Отлично. Мунис на фланге просто разрывает АЗ. И подает на дальнюю. И забивает. Все-таки забил. Голевая моя передача на... Это Марко Сандре был. Я, честно, не знаю, или это... Правда, 22 номер. Кто у нас в команде? Да, это Марко Сандре. Снова мы на него ассистируем. Так что отличного нападающего купила Валенсия себе. И Ануачу забил. Вот так, да. Даниал Васа вроде сассистировал на него. Уверенная домашняя победа. Ануачу и Марко Сандре забили по мячу. На моем счету голевая передача. Мог и забивать. Очень много у меня было нереализованных моментов. Очень хорошо я оборона играл. И я где-то косячил. Но стал игроком матча. 8-2 у меня оценка. Ну и вот по Икс Джимона. Играли на 6 мячей. А Зена 2. Ну и у нас оборона хорошо сыграла. И вот наши нереализованные моменты. Итак, мы не выполнили только рейтинг матча. У нас задача была не ниже девятки. Но мы отдали голевую передачу. И нанесли еще и 3 удара по воротам. Ну что же, у нас выездная игра против Эйбара. Они идут на 17-й сейчас строчке. Давайте, кстати, мы посмотрим. 5 туров. Нет, давайте после этой игры. Потому что у нас это 5-й тур. Только для нас некоторые уже там отыграли. И мы посмотрим на нашу статистику после 5-ти туров. Не знаю, по форме будем сливаться или нет. Вроде не должны. Поехали. Ну что же, вот они наши болельщики. Приехали на выездную игру против Эйбара. Ну и что по заданиям? Оценка. Голы или голевые? Минимум 2. И командная владельца. Давайте оценку попробуем. Пошли наши забегания. Вас. Так, через Ануачу. Тот на Маркаса Андреа. Тот обратно на Ануачу. И сразу же 1-0. Шестая минута. И снова я не поучаствовал в забитом мяче. Хотя... Да, дободались. Отлично. И может быть еще одна голевая. Да, голевая еще одна передача на Маркаса Андреа. Мы сейчас, мне кажется, этим самым сделаем себе конкурента по забитым мячам в команде. Потому что уже очень много мячей забил Маркас Андре. Ну, при том, что с наших передач это вообще приятно. Голевые труднее всего нам отдавать. Поэтому будем пока что их пытаться делать. Задача же у нас тоже по голевым на сезон стоит. Поэтому будем выполнять, пока выполняется. Отлично. Закария через Ануачу. Ух, как сейчас Маркас Андреа убирает. Можно и на нас запросить передачу. И... Мунис забивает. Отлично. Мы не забили в матче против Мадридского Реала. Это стал единственным нашим матчем пока что за 5 игр, когда мы не забили. Так. Маркас Андреа. Хорошую передачу на Айоу. И Айоу забивает. Отлично. 4-0. Вроде справились. Дальше проходим. Ну и пробить же уже можно было. Но вот накрыли. Ну а здесь Распадори отлично подобрал наш мяч. И в итоге делает счет 5-0. Распадори. И можно же хорошую передачу было отдать. Но все. 5-0. Разгромили Айбар на выезде. Там все вроде по одному забили мячу. У нас тоже получилось отличиться. Но мы еще вроде как и одну голевую отдали. Сейчас посмотрим, кто будет игроком матча. Я игрок матча. У меня гол плюс пас. У Маркас Андреа гол плюс 2 голевые. Но его и заменили. Может быть и из-за этого. Так. Ну и по XG. Сейчас мы посмотрим. Мы наиграли ровно на 5 мячей. Айбар на 1. Но у нас хорошо отыграла оборона, значит. Итак. По заданиям мы не выполнили только владение мячом. Надо было 65. У нас 57%. Но у нас 2 результативных действия. Мы в принципе задание-то выполнили свое. Ну что же. Домашняя у нас сейчас игра против Бетиса. Они идут на 8-й строчке. Ну и теперь давайте все-таки посмотрим. Спустя 5 туров, как мы отыграли. Ну и в принципе другие команды вот опять там по 6 матчей уже отыграли. Поэтому статистика где-то будет и неровная. Лучший бомбардир сейчас это Депай. Он уже наколотил 6 мячей в 5 матчах. Мы идем на 4-й строчке. Много есть игроков, которые за 5 матчей тоже забили по 4 мяча. Это также как Де Томас из Испаньола, Несери из Сивили и Марко Сандре из нашей же Валенсии. Поэтому у нас с ним равное количество. Вот 4 забитых мяча за 5 матчей. Ну и лучший ассистент. Мы идем на 3-е месте. У нас 2 голевые в 5 матчах. Ну а лучший здесь Муниаин из Атлетика Бильбао и Эрмоса. Это вроде центральный защитник из Атлетика Мадрида. По 3 голевые передачи у них. Ну что же. Валенсия против Бетиса. Поехали. Итак, Валенсия принимает матч. Так, оценка. Командное владение. Не проиграй. Давайте вот оценку. Не буду ни во что уверен быть. Потому что соперник вроде как средненький такой. Может что-то из себя и показать. Убегаем вперед. Еще и передача на Ануачу. Ну вот же можно на меня было отпасывать. Отлично. Мунис. И мы забиваем. Отлично. Восьмая минута. Открываем счет. Манафа, Закария. Можно было побыстрее, конечно. Но получилось как получилось. Марк Сандре. Хороший перевод направо. Здесь Карл Солер. А мы уже вот на дальней практически. Заброс на нас. И забиваем в касание. Вот это да. Вот это комбинация сейчас. Какая классная получилась. Ну посмотрите. Еще и пропустилось. Там вроде, мне кажется, Марк Сандре и не достало бы. Ну а здесь еще и мы на нервах сыграли. В штангу попали. Правый подработали. И с левой нерабочей пробили. Но главное, что получилось забить. И теперь мы сравнялись с нашим количеством матчей и количеством забитых мячей. У нас получается 6 мячей за 6 матчей. Ну и наш первый дубль в этом сезоне. И все. Финальный свисток. Со счетом 2-0 мы обыграем Реал Бетис. Два мяча на моем счету. Так что мне кажется, уже понятно, кто будет игроком матча. Да. Голливуин у меня отдал Ануачу и Карлос Солер. По XG мы сейчас тоже посмотрим. Мы наиграли на 4 мяча. Бетис еле-еле на 1. Так. По заданиям мы не сделали только владение мячом. Надо было 60% у нас 45. Остальное все сделали. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Эспаньола. Они идут на 10 месте. Посмотрим, как против них отыграем. Поехали. Так. Что у нас по заданиям? Оценка 8.5. Гол или голевая. И 3 перехвата. Давайте, мне кажется, гол или голевая. Мне кажется, у меня получится сегодня это сделать. Муниес. Неплохо. Неплохо, как еще и разобрался. Выход 1 на 1. Муниес открывает снова счет встречи. Отлично. 9-ая минута. И мы забиваем гол. То есть мы уже сразу же одну задачу сделали. Нам надо было либо забить, либо отдать голевую. Отбивая. Так. Ну и подача снова у нас на ближнюю там практически. И Маркас Андре снова забивает. Это снова моя голевая передача. С углового уже. Я вспомнить-то не могу. Вроде за Марсель я отдавал голевую. 2 за Мексику. И вот уже вроде 2 передачи в Валенсии. Поэтому очень хорошо мы можем стать сейчас, мне кажется, одним из лучших в мире. По этому стандарту. Так, Маркас Андре. Раз по дори. А ну а чё, жалко, что нету на поле. Ой, ну это штрафной. И это желтая карточка. Для третьего номера. Это Виктор Гомес. Не знаю, кто будет бить сейчас штрафной. Я или вас. Я. Ну давайте попробуем. И мы забили со штрафного. Серьезно. Вот так гол. Я вообще на самом деле не ожидал, что получится с такой дальней дистанции так приложиться. Ну и супер. Мунис забивает свой первый гол со штрафного в карьере. Пенальти мы вроде забивали. Это был после матча, правда, пенальти ворота ПСЖ. Но вот смотрим. С какой дистанции ещё, а? Просто на силу решил там шлёпнуть. Там как пойдёт. И в итоге вратарь ещё и отбил в сетку ворот. Но главное, что, знаете, забили. А гол уже не пахнет. В итоге мы дубль сегодня забиваем. Дубль плюс голевая уже у нас на счету. Отдаём же на него вот так вот передачу. Как-то несуразно, но получилось. ВАЗ. Какой удар и ВАЗ забивает. 4-0. Снова мы громим соперника очередного в Ла Лиге. Ну, вы посмотрите. Из-за пределов штрафной. В дальний для него угол. С рабочей правой ноги переиграл вот вратаря. Неплохо. И воби. И Распадорий забивает пятый мяч. Отлично. 5-0. Моя предголевая передача. Понятно, что никуда она там не запишется. Но в любом случае поучаствовали в атаке. Там практически ключевую передачу отдали, но не голевую. В любом случае счёт 5-0. Снова громим соперника. Всё. Финальный зесток. 5-0. В итоге. Валенсия разгромила Испаньол на выезде. Мы забили два мяча. Не знаю там насчёт голевых. Отдал, не отдал. Вроде не отдал. Нет, отдал, кстати, одну. Замечательно. Но я игрок матча. Так, по Икс-Джи мы наиграли на 5 мячей. Испаньол на 0. Поэтому здесь всё по статистике абсолютно заслужено. Так, по заданиям. Рейтинг матча и участие в голах мы выполнили. А вот перехват. Надо было сделать 3. Мы сделали 0. Ну вот как-то так. Ну что же. У нас сейчас последний матч на сегодняшний выпуск. Играем против Аика. Они тоже обыграли, кстати, Валеренгу. В первом туре. Сейчас посмотрим, с каким счётом. Так, Аик 3-0 разобрались. Ну теперь-то понятно, почему они на первом месте. Ну вот, едем на высь. Я не знаю, Аик это вроде шведская команда. А Швецию мы, кстати, на чемпионате мира со сборной Мексикой обыгрывали. Поэтому Аик против Валенсии. Валенсии, Лига конференций, мировой класс. Поехали. Ну что же, Лига конференций. Второй тур для Валенсии. Что у нас по заданиям? Оценка не ниже девятки. 5 передач на половине поля соперника. Вот. А, это навесы успешные. Ой, даже не знаю. Давайте 5 передач попробуем, потому что не знаю, буду ли я подавать угловые или нет. И в принципе навешать. А вот передачи на чужой половине мы сейчас сразу попробуем сделать. Марк Сандре. Ануачу. Какой заброс на нас Ануачу делает. Ещё и без офсайда. Всё замечательно. Мунис. И прострелы. Это гол. Солер забивает. Отлично. Вот и наша голевая передача. Мне кажется, у меня уже две голевые передачи в Лиге конференций. Но ещё не одного забитого мяча. Ну вот как-то так. И Солер забивает. Я помню, как он на меня простреливал в матче чемпионата Испании. С противоположного фланга. Я забил. Вот теперь. И он забивает с моей голевой. Мунис на перехвате. Шикарно отобрал. И ещё одна голевая передача. Уже на Ануачу. Просто сейчас разрываем фланг своими передачами. Но вот мы, я и сказал, мы выполним вот эти сейчас задания по передачам на чужой половине поля. И у нас уже две передачи на половине поля соперника. И две голевые. Просто супер сейчас у нас статистика. Вот. Запросили передачу неплохую. И пробьём с левой ноги, с нерабочей. 3-0. Дубль голевыми плюс забитый мяч. И 29-я минута мы уже громим АИК на выезде. Супер. И на меня вперёд. Отлично. Здесь мы прям просочились сквозь защитников. И можно даже бить сейчас прям сразу. Отлично. Дубль. Плюс две голевые за первый тайм в матче против АИКа. Ну и пока что за два тура у нас два забитых мяча и три голевые передачи. И в обе. Очень долго. Очень долго. А я уже здесь в офсайде естественно. И финальный свисток. 4-0. Дубль. Плюс две мои голевые передачи в матче против шведского. Я надеюсь что это шведский всё-таки клуб. Шведского АИКа. Две голевые плюс дубль. Всё супер. Два плюс два. Просто замечательно. Ещё дебютные голы в этом Еврокубке мы сегодня забили. Ну и по ХГ. Мы наиграли на пять мячей. Были у нас действительно момент. Ну а ИК даже на один не смог наскрести. Ну что же. По заданиям мы выполнили кстати все три. И оценку. Замечательную. Десять. Ровно. Передач на плане поля соперника. И 50%. Здесь у нас успешный навес. Ну там на угловых мы больше пытались поднять эту статистику. Так. Ну и у нас заканчивается месяц. Игроки снова отправляются в сборные. Сильсон в Голландию. Гуэдиш в Португалию. Черши в Россию. ВАЗ в Данию. Хабермунес в Мексику. Какие у нас матчи? Австралия и Аргентина. Но это снова международные товарищеские. Играть мы их естественно не будем. Так. Ну и сейчас у нас игра против Гранады. Это уже на следующий выпуск мы естественно оставляем. Мне хотелось бы поставить кандидатов. Название игрока месяца в сентябре есть. Тут и ВАЗа, и Дембеле, и Маркос Андре. Ну естественно я. Поэтому будем стараться сейчас и надеяться держать скрещенные пальцы. Чтобы мы стали два месяца подряд лучшими игроками в Ла Лиге. Но на этом все. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok